Первое послание святого апостола Петра, 1 глава, 10 стих. К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое время указывал сущий в них Дух Христов, на страдания и славу Христа. Вот что они исследовали? Сегодня многое исследуют. Исследовательские институты. Человек начинает учиться в школе, заканчивает. У него какие-то задатки есть к исследованию. А дальше степени пошли. Если первый получил, навык уже есть. Дальше проще. И он исследует. И это не запрещается. Но все исследование должно сводиться к тому, что здесь указано. На последующую славу Христову, на страдания его. Если в этом исследовании нет Христа, напрасно все будет. Вот почему Исаак Ньютон ответил своему другу, тоже ученому. Нельзя ждать, что появится новый какой-то законодатель. Он один законодатель и дал этот закон. И этот закон нужно узнавать, держась за ризу Христа. Потому что от него этот закон. Держась за ризу Христа, мы получаем от него силу. Истеряемся от собственной болезни. Иов 11 глава 7 стих. Говорится. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Прямо в исследовательские пункты можно зайти и сказать. А можешь ты исследованием найти Бога? Ты химик. Исследуешь. А ведь химик-то может найти многое. Менделеев. Неплохой химик был. А глубоко верующий человек. И таких мы найдем в любой области науки. Какое бы ни было новое направление, в нем всегда найдутся ученые. Насколько достоверные данные, приходилось считать о лауреатах Нобелевской премии, 91% прямо заявляет о своей вере в Бога. Можешь ли ты найти исследованием? А если он не знает, его подскажи. Это все от Бога. Как Бог все сделал? И для чего? Чтобы найти Бога, признать, что Он есть. А дальше легко рассуждать. Своё творение высшее просто так Бог не бросил. Он обязательно дал ему закон. А этот закон – Святая Библия. А по закону этому мы уже легко найдем дорогу ко Христу. Пророки предсказали. Они исследовали. Что исследовали? Ветхий Завет. Смотрели, что написал Моисей, что написали другие пророки, Давыд. И когда Господь воскресший шел с учениками, то доказывал им, ссылаясь на пророков, на закон и на псалмы. Вот единственный путь, в котором не придется тебя раскаиваться. Если есть у ребенка какие-то задатки к исследованию, к размышлениям, все время ведите только по этому пути. Это очень интересно. Господь сделал везде. Ты можешь исследовать одну рыбу и получить за нее степень какую-то. Люди находят какой-то камень, надписи, пожалуйста. И везде доктора высшее звание. Я все думаю, если доктор является человеком, который лечит, то что они там лечат? Как раз там-то и нужно лечить их разум, находить Христа. Слово «доктор» совершенно не относится к доктору исторических наук, доктору юридических наук. Почему? А там надо лечить, чтобы они увидели не в нравственности дела, а во Христе. И нравственность совершенно не нужна. Она не прописана в грешном человеческом теле. И нравственно быть крайне невыгодно сегодня. Ты будешь бедный, несчастный, обездоренный, одинокий. Выгодно быть верующим. И тогда даже самое отъявленное безбожие попятится перед тобою. Премудрый Соломон Екклесиас 7.25 говорит так. Нужно исследовать и изыскивать мудрость и разум. Откуда мудрость? Это не колебание в мозгу каких-то молекул. Нет. Это у бессмертной души есть канал связи с Богом. Я раньше еще читал, но по сегодняшний день разгадку не нашел. Люди, которые исследуют космос, находят, что где-то в середине ночи, до 4 часов утра, какие-то как бы трубы органные звучат в космосе. И не могут определить, что это такое, по сегодняшний день является тайной. Что это такое? Я прочитал и подумал, это молитвы святых. И говорят, а из чего состоит космическое пространство? Спектральным анализом узнали вещество формалин. Да как оно в космос попало? Не знаю. А почему? С согрешением человека все наполнило смертью. В формалине вымачивает мертвецов. Очень просто найти. Находит черную дыру. А что? Только втягивает. И скорость втягивания, больше скорости света, оттуда ни один сигнал не уходит. Что это такое? Если они есть, это места, откуда нет доступа до Бога. Голос не достигает. Напрасно вопиять. Это что-то на это указывает. У верующих обязательно будет выход на священное писание. Почему? Я звал, а вы не отвечали, говорит Господь. И ты будешь вопиять, и я не услышу тебя. Вот тебе черная дыра. А с черной дырой мы встречаемся везде. Безушие начальства, администраторов, которые не слышат стона народного. Это все здесь начинается на земле. Плачь Иеремии 3.40. Исследуйте и испытайте пути свои. И обратитесь к Господу. Вот исследование. С утра до вечера можешь исследовать, что сделал, а для Господа это или нет. А может быть мне уже давно имя другое надо дать. Если давал человек все, что есть у него, и написано, назвали у Варнава Иосию, сын утешения, то может быть мне будет выгода своя. Просто имя такое, своя выгода. Имена состоят иногда из нескольких слов. Это у нас по-русски. Михаил. Одно слово. А нет. Никто как Бог. Бог моя крепость. Еврейские имена, они состоят из нескольких слов. Иногда из трех, даже из шести. Сафония 2.1. Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный. Значит, путь искривленный, и не знаешь куда идти, и никакого удержу нет, власти не смотрят, сама милиция преступная. Исследуйте. У Бога очень крепкие дубины и крепкая узда. И не только для одного человека, не для одной нации, а для всего земного шара. Так что земля, говорит, как пьяная спотыкаться начнет на своей орбите. Выплескивать из своих чашек этот океан, а мы говорим цунами. Исследуйте внимательно себя. Это самое трудное исследование. Сегодня уже говорят, я об этом в прошлый раз показывал в АГУ, отчет за годовой. Что сделали государственный университет, известный. И только один профессор об этом говорит. Главное нравственность. Если этого не будет, наши знания ничего не дадут. Очень много будут знать, смелые, сильные. Без Бога это головорезы, это не герои. И вот читаем, Евангелие Иоанн говорит, что Христос сказал, 5.39, исследуйте Писание. Ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Как только человек приступает к работе с диссертацией, ему сразу бы это место сказать. Исследуй Писание. Все, что ты исследуешь, гони в рамке священного Писания. У меня был близкий человек, приходил, приезжал ко мне, иеромонах. А он был начальник лаборатории в Академгородке. И вот когда этот шелкопряд начал уничтожать леса, у них специально было две группы образованы, которые выехали в тайгу и стали исследовать. Вернулись в косинь, я говорю, и что? Общий результат нулевой. Мы, говорит, ничего не смогли узнать. Не смогли. Ни периодичность его возникновения, ни почему он ест необыкновенную пищу. И чем это все вызвано? Мы делаем, говорит, опыты. В одном кабинете за свинцовыми пластинами ударяем током лягушку. Другая находится в другом помещении, тоже за свинцовой пластиной. Он одновременно дергает той же самой ногой. Как до нее дошел? Электрический заряд никак не мог дойти. Мы в тайне, в глубокой тайне. Человек стал верующим. Истинное знание приводит к Богу. И тогда ты будешь исследовать. А что говорили пророки об этом времени? Вот человек увлекается сектантами. Ах, как у баптистов хорошо. И я говорю, да, хорошо. А дальше? Они не церковь. Человек на этом останавливается. Не церковь. Как бы ни было хорошо, это за пределами церкви. Вне церкви нет спасения. Ты сразу останавливаешься. В рассуждениях у тебя должны быть свинцовые стены, через которые ты не должен перелазить. Они не церковь. Христос не приходил в 16-17 веке. Я создам церковь Ратада, а не одолеет ее. И что бы ни говорили, ты возвращайся к одному. К слову Божию. Кремленам 11.2.33 стих. О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Как не постижим и судьбы его, и неисследим и пути его. Спрашивают, а почему именно с русским народом? А почему у меня вот такое несчастье? А почему у нас такое начальство? Это все только маленькие, отдельные квадратики, мозаики общие. Мы не можем охватить общую панораму, то, что Бог назначил. У Бога всемирный план. А мы уткнулись только в свое маленькое и говорим, а почему так? Ребенку ты не можешь объяснить весь план, если ты строишь большой дворец. Он может видеть только отдельный гвоздь, отдельный шарнир. Бог поворачивает на шарнирах целые страны. Сбрасывает народы. Правителей самых сильных, казалось, подойти к ним нельзя. В одну ночь меняется, переворот и его нет. Кто думал, что династия Романовых отживает последние дни? В трехсотлетии в тринадцатом году только исправили, а там осталось четыре года. Четыре года! И к стенке будет поставлена вся семья. У Бога все неисследимы пути его. А хорошо, что это так Бог сделал. Мы должны сказать аллилуйя. Но ведь погибли невинные девушки. Аллилуйя. Если бы их не расстреляли, они обыкновенно бы, как все, прожили. Теперь мы знаем, это святые. Это невинные мученики. С позиции вечности земные страдания, они ничего не стоят. Второе к Коринфянам 13.5. Испытывайте самих себя, исследуйте. Верили вы самих себя исследовать? Труднее всего. Можно узнать, как сосед живет, родственники, за границей, все случаи, почему самолет упал, черные ящики. Ты свой черный ящик сердца исследуй. Почему на молитве нет? Почему поклонов нет? Почему пост не в такой строгости? Почему Библия забытая, заброшенная книга? Как Вольтер говорил. Вот это исследуй. И тогда ты увидишь. А то ребенок растет непослушно. Но ребенок не может быть послушным, если мы непослушны Слово Божие. Это отображение. И через него Бог нас врачует. Исследуйте каждый поступок. Вторая книга Маковейск 1.34. Царь персидский. По исследованию дела оградил это место, как священное. Я прочитал место из Писания. Кто скажет, о чем речь? Ну, обратите к своим знаниям Библии-то. И ничего и нет. Остановили сразу в тупик. А то когда народ пошел в пленение, то священные огонь из алтаря занесли в колодец. Проходит десятки лет, израильский народ по милосердию Божию возвращается и решили достать тот огонь. Постные пришли, говорят, огня нет. Вода густая. Принесли эту воду, стали лить, от этой воды разогрелся огонь. Персидскому царю, от которого зависели, сообщили и он, как по-сегодняшему мусульманин. И понял, там Бог. Не мой Бог, но кто-то есть. И сказал оградить это место, где там колодец, это священное. Уважение должно быть. А случилось там чудо какое-то. Мы не знаем от кого. Мы знаем только, что так говорит Священное Писание. Даже исследование не было проведено. Но он расследовал. Третья книга Езре 9.13. Ты же, Езра, не любопытствуй более, как нечестивые будут мучиться. Но исследуй, как спасутся праведные. Раньше рисовали лицевые книги. Ну, в таком виде рисует их. Там картины плоские. Но очень понятно. За язык пройдет и крюк. Человек горит. Что? Ругался скверным словом. Вот. Я обедничал. В котле там его змея кусает. Лицевая книга называлась. А ты, говорит, это не исследуй. Ты исследуй, как спасутся праведные. Как они спасутся? Через жертву Иисуса Христа. И дальше ты выходи на любовь Божию. Как Бог обещал через пророков. Ты обязательно придешь. Исследуй только путь спасения. А как они будут мучиться? Вот пьяница, вора, убийца. У них одинаковое будет наказание. Оставьте. Мы ничего не знаем по загробному. По загробному участию людей. Премудрость Соломона 9.16. Мы едва можем постигать то, что на земле. А то, что на небесах, кто исследовал? Не видел глаз? Не слышал уха? Все. Благословен Господь. Мы знаем, есть Царство Небесное. А как оно там будет? Не знаем. Премудрость 13.9. Если же вы могли столь разумом исследовать, и состояние были, этот временный мир, то почему же эти люди тотчас не обрели Господа Бога? Оказывается, с исследователей, с ученых большой будет спрос. Если вы так постигли, что мир сложно устроен, мы не знаем, как он сложно устроен. И кто больше углубляется в научное познание, он понимает, очень сложно все. Очень. Так почему же Бога-то и не нашел устроителей этой сложности? И за это спрос будет. Сирахов 2.3. Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость, кто исследует? А ты должен сказать так. Безмерно милость Господня, дивен Господь, и бездна богатства. И говорит, бездна бездну призывает голосом водопадов. Какая бездна? Бездна моих грехов и неисчастливых призывает бездну милосердия Божия. Вот как истолковали святые отцы. И больше не надо говорить, какая глубина. Сирахов 7.28. Исследуй и ищи мудрость, и она будет познана тобою. А как это возможно сделать? А доверься Богу. Доверься. Прочитал, не знаешь, дальше не иди. Ты знаешь только, в рамках церкви Господь практически открыл все у святых отцов. Ты посчитай, что стаднее Василия Великого. Сегодня человек до этого не дойдет. Посчитай Иоанна Домаскина. Сегодня разные выводы делают, пишут, а у него это все, оказывается, уже описано. Сирахов 12.7. Прежде нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Это каждый день надо исследовать. Где-то тебя достигли какие-то новости о ком-то, а ты все еще не знаешь, чем это движимый человек был. Надо причину узнать. Может, действительно и так. А когда подробности узнаешь, зачем же я сказал? Исследуй. Остановись. Чем это вызвано? Сирахов 19.5. Невозможно исследовать дивных дел Господа до конца. Сирахов 25.30. Первый человек не достиг полного познания премудрости, и не исследует ее так же и последний. Какой счастливый человек. Скучать не придется. И чем дальше живешь, тем больше будешь удивляться. Почему у людей так рано наступает забвение, неразумие, потому что Богу не молятся. Написанные в старости сочные и подавитые будут. На все мудро надо поступать. Я сегодня вот уже, надо молиться, а я иду, делаю замечания. Я сказал, все дети должны стоять 7 минут. Приучите, сейчас не приучите, потом поздно будет. В прихожей стоит 8 ребятишек, а взрослые впереди, а они тут играют, бегают. Ребенок должен перед глазами быть. Глаза на затылке не растут. На этом мудрости никакой не надо. У тебя не хватило, я тебе подскажу. Исследовать надо сегодня уже, почему ты не стал позади детей. Ты сам себя исследуй. Я могу сказать, понебрежение по-обычному. И сегодня говорят, объявляется траур по всей стране. Почему много шахтеров погибло? Почему самолеты падают? Селовеческий фактор. И дальше отвечает. Абсолютная небрежность. Беспечность. Оно просто так не обходится. Большая разница жить по мудрости Божией и по беспечности. Беспечный человек в цели не достигнет никогда. Сирахов, 40 глава, 3 стих. Будем исследовать сокровенный смысл изречений. О чем же здесь говорится? Одно дело прочитать. А мы прочитали сейчас. И пророки исследовали. Значит, это не грех исследовать. О чем? На какое время? Оказывается, времена можно исследовать. На какой версии истории мы стоим сейчас? Ты знаешь или нет? Звонят. А можно, нет? Брать пластиковые карточки. А можно, нет? Я в этом участии, в этой акции сейчас идет акция. Поучаствуюсь, распишусь, чтобы отменили их. Нам не надо. Это пройденный этап. Вот за Диамида Щукотского, который епископ написал о безобразиях, что делается. Следует помолиться. И когда я говорю о чем молиться, вы записываете. Потому что когда кончится наша жизнь, и будет представлен реестр, когда молились, ты увидишь пробелы, пробелы. Я ей говорю не для напустых ушей, а чтобы вы запомнили это. И приходя домой, запишите, скажи об этом, я должен с утра молиться. Вот это не забыть ночью. Вот это вот часы уречены. У нас круглосуточно поставлено в общине молитва. А что я скажу Господу? А как исполнение идет? Вы знаете, что нас две сестры, Раиса с Кристиной, с дочерью, выехали в дальнее путешествие. Голландия, Франция. Может быть там свидетельство. Молитва нужна непрестанная сопутствовать. Добрых попутчиков Господи дай, безопасность. О чем? Если есть Дух Христов, то Он обязательно нам укажет в любом исследовании на страдания, на смерть и на вознесение Христову. Вот о чем говорит нам апостол Петр. Если Дух Христов есть. Потом указывали на что? Это все на страдания и славу Христа, Петр говорит. И я понял, что исследования все должны подводить к этому, к страданиям Христа. Третья книга Едры, 7.50. Нам предсказана вечная надежда. А мы непотребные. Сделались глупыми и неразумными. Исследовать это надо. А нам всем предназначена добрая вечность. Исайя 43.9. Пусть соберутся все народы и предскажут это, что я вам предсказал. Исследуй. У католиков сказано что-то. Да, это у них пророчество есть. Толковали святые отцы и признали. А у мусульман ничего этого нет. У буддистов ничего нет. И говорит, исследуй это, есть или нет у других народов. Как узнать, где истинный Бог? Иеремия 28.9. Если пророк предсказывает мир, то тогда только он признается за пророка. Что все хорошо. А если сказал, что плохо, и особенно в церкви плохо, беда тебе. Пророки ни один никогда не нашел, чтобы они хвалили, что цари. Нет. И они все по нашим меркам были безжалостны. А они были у Бога на учете. Для этого Бог их избирает. Книга Лука 24.25. О медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Если ты сомневаешься, попадаешь в эту графу. Иоанн 11.5. Каиапа предсказал, что Иисус умрет за народ, будучи на тот год первосвященником. Что мы ищем в пророчествах? Он предсказал о страданиях Христа. То есть Каиапа, он не вышел из этих рамок. Какие предсказания? А сегодня? А сейчас на своей жизни. А надо ли пойти учиться? Надо ли жениться? Надо ли переезжать? Это не столь важно. Иуда 1.17. Помните предсказания апостолов. Нельзя помнить, если ты не считаешь. Риммин 9.29. Как предсказал Исаия. Если бы Господь Саваоф не оставил нам остаток, то мы были бы как Садом и подобные Гаморья. Это об Израиле говорится. А мы скажем, это говорится о России. Как Господь помиловал в войну. Такие жертвы были, такие репрессии, перестройки. И все, мы еще живы. Живы, потому что милость Божия. Заботятся, как сохранить наркоманов. Оставьте эти глупые мысли. Как за обродящих собак, как сегодня приюты строить. Это насмешка дьявольская. Заботься о душе своей, о подобных тебе, кто наследует Царство Божие. 1.1.3.4. Ибо мы тогда, когда и были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Мы должны помнить, что приближается время испытания Церкви. Господь испытает не слова, а силу. И чем мы предстанем? Никаким образом нельзя избегнуть страдания. Ему сейчас это будет отнято. На глазах, может быть, будут дети, обесчищенные жены. Что Израилю предсказано было, то предсказано каждому народу. Почему? Потому что невиданный разврат, обман, всюду и везде царствует на земле. Итак, пророки исследовали, на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Мы можем исследовать только тогда, когда у нас будет этот самый сущий Дух Христов. Аминь. 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 Продолжение следует...